друзья всем привет заблудилась в трех соснах как говорится нажала на на 1 этаж а нужно нажимать на джи нужно нажимать там а я нажала на 1 и спустилась лифтом в этот подвал можно сказать на так сегодня у нас вторник и я завезла миру сюда гены а сама еду на работу приходила сегодня доктор к нему другая уже доктор и сказала что есть ну так как и вчера говорили так не нужно закрутила смен что есть два выхода домой чтобы он дома выходил или делать операцию но где она у нее спрашивает чтобы вы делали она говорит у тебя нету никаких слава богу все хорошо никаких инфекций ничего такого и сам камень друзья 4 миллиметра так они сказали еще вчера я забыла там тогда озвучить что-то не открылась эти двери не сработало то она говорит я бы на твоем месте не делала операцию я бы ждала чтобы он вышел сам и гена так и решил сейчас я еду потом приеду сюда но он пока будет ну будет выписываться говорит что поедем домой они дадут медицину сейчас ему ничего ну дают но ничего не болит но он чувствует что мы уже здесь так спереди камень так что говорят что нужно пить клюквенный сок грамбери журафины как еще назвать так я еду и моя подружка если машина здесь оставляю что нужно найти у нас сегодня снова дождик пасмурно так я утром гуси куры собаки покормила все нашла ну друзья я сейчас буду ехать домой Побег из... Побег из госпиталя. С этой тележкой разом. Да, прям вот это. Не, на самом деле... На самом деле, только что разговаривали с врачом, он пришёл. В общем, ночь моя прошла здесь вторая... Можно сказать, без боли. И когда оно всё началось у меня, оно началось с почки, сзади, со спины здесь. Эта сторона вот тут где-то, просто... Такое давление было, что просто невыносимо. Потом оно быстро переросло сразу и здесь, и здесь. Все с этой стороны начало болеть. Но сейчас я чувствую, что оно сдвинулось. Сдвинулось вот тут у меня, вот как бы эпицентр такого как бы чувства. То ночь вообще, я ей даже говорил, каждых, наверное, 2,5 часа ко мне приходили, меряли мне давление, температуру, пульс. И потом через, наверное, через один раз она приходила и давала мне обезболивающее. Это два туллинола, две таблетки и ещё какая-то типа укол, систему колола. Ну, я говорил, что не надо, но она говорит, в расписании мы должны тебе всё делать, так что болит тебе, не болит, они всё равно делают свои. Так что она свою ночную смену, в общем, раза в 5, наверное, меня будила. Я спал, но ходил, в общем, вчера я выпил вот этих белых стаканчиков, вот штук 7 воды. Да, просто пил уже силой просто пил. Часто завтрак уже нету, всё. И часто ходил в туалет, но ничего пока нету. Сказали двигаться, ходить и много пить жидкостей. Да, вот Наташа привезла вот этот сок, говорит, этот сок, наверное, кто-то ей написал, говорит, я вот этим соком выиграл. В общем, 4 миллиметра камушек, и врач вот только что пришёл и говорит, что, ну, а перед врачом утром пришла врачиха, женщина, и говорит, у тебя 2, 2 таких, как бы, функции такие, options есть для тебя. Или ты едешь домой, ну, по состоянию твоему, или мы тебе делаем операцию здесь. Я говорю, а как лучше? Ну, говорит, смотря на тебя, то есть ты в нормальном состоянии, у тебя нету ни крови, мочи, у тебя нет ни температуры, то есть ты не горишь, воспаления никакого нету. То есть твой организм справляется на данный момент нормально. То я, ну, я бы как попробовала сама, чтобы она сама вышла. Я говорю, я так и сделаю. Ты всегда, в любой момент можешь вернуться сюда, уже тебе ждать не надо, будет там где-то, ну-ка, уже всё, всё мы знаем. Так что, сразу будет. И вот этот врач тоже говорит, что 75% людей справляются сами. То есть у таких процентов выходят камни эти самостоятельно. Они делают упражнения там всякие, ходят там, не знаю, что они там, пьют воду. То, говорит, ты всегда можешь, тоже говорит, всегда ты можешь вернуться. Ну, правда, мы тебе уже, они выписали, уже даже позвонили нам на телефон, сказали, что там возле нас в Олградз аптека, уже медикаменты там, вот эта всякая обезболивающая, что там медицина уже там она вся. Так что, нам будем ехать, мы просто там позаехали, возьмём это всё и поедем домой. Ну, чувствую себя, я так чувствую, чуть-чуть так, что оно там, ну, как бы, что-то есть там. А оно без боли, без ничего там, абсолютно. Что там, как мы первый раз сюда приехали, это было просто, я никогда такого я не чувствовал. И кто со мной был, вот Мирося была и Наташа была, они никогда меня так и не видели. Я просто кричал, а они говорят, мы не можем тебя сейчас принять, потому что шесть человек перед тобой. То есть, в госпиталь забитый пациентами, которые, ну, приехали тоже. Или врачей было мало, я не знаю, но это как раз в воскресенье, в понедельник был, да, Мирося? Угу. Врачи уже ночью. Это с воскресенья на понедельник? Угу. Да? Угу. Да, да, да. Все, что может быть и такой как раз день попался. Да. Ну, слава Богу, ничего. Все, никакого воспаления, ничего. Они все думали, что там 4 миллиметра, говорит, в основном оно выходит само. Но надо, конечно. Она, вот, женщина говорила, что недель-две может занять. Ну, я спрашивал вот этого врача, опасна ли процедура вот этой операции. Он говорит, нет. Идет она очень быстро, где-то минут 30. То есть, это все лазером делается. Так что... Просто движение и пить. Да, просто движение, чтобы оно и пить много воды. Таким образом, оно будет вымывать его. Так что, вот такие дела. Так, всем пока и спасибо за просмотр. Все, я отработала. Уже выписали Гену и я иду забирать. Поедем домой. Так тепло здесь или это я, что спешила, да, жарко. Приветики. Платье, пилеты остались. Ну, что, не болит сейчас ничего? Ну, так, я чувствую. Я думаю, что все им двигается сюда. Но, без никаких, тих. А безболивающих мне сегодня не давали? Давали, мне сегодня давали. Да. Ну, кто доктор сказал, лучше бы своим путем, да? Потому что 4 миллиметра маленький или средний, это как? Я не знаю. Например, вот моя сестра, я вообще одна тут была. Вот, что она не выписывала тут. Она говорит, что наоборот, 4 миллиметра целый, это очень большой. Так что все, едем мы домой, друзья, слава богу. Будем ждать. Будем ждать и дома лечиться, да? Маркотики дали? Маркотики. Да, я подписывал, нельзя никому давать. Да. Маркотики крепкие. Мне не дашь. Шутка. То, как оно вводится, да? Угу. Я сразу, то, как он все, даже не вытянула, она тоже, кажется. У меня сразу я чувствую, все, я плыву, знаешь. То есть, так резко. Угу. Как жарко здесь. Продолжение следует.